Огнем и мечом? Вот, например, цитата из популярного у язычников фильма «За 12 лет христианизации только в Киевской области, Киевская Русь, из 12 миллионов 9 физически были уничтожены». Вот как, по версии язычников, проходило крещение Руси. Эта версия, конечно, не для всяких скучных ботанов, которые начнут спрашивать, откуда данные, на каких исторических источниках это основано. Как быть с тем фактом, что в то время такое огромное количество народа никак не могло проживать в одной только Киевской области? Почему отсутствуют археологические подтверждения столь массового геноцида? Идеологи неоязычества знают, что их целевая аудитория таких скучных вопросов задавать не будет и доверчиво проглотит любую выдумку, и чем бредовее выдумка, тем доверчивее. Ладно, проглотили. Давайте просто сложим 2 и 2. Сколько воинов было у Владимира? Личная дружина – около 400 человек. Если же мобилизовать всех, кого можно, то самый максимум потолок – 40 тысяч. И это, как мы понимаем, только что крещеные вчерашние язычники-славяне, у многих из которых в этой же Киевской области родственники и друзья. Их тоже крестили насильно? 400 христиан силой заставили 40 тысяч славянских воинов-ядычников принять крещение? И они не взбунтовались не только при крещении, но и когда их послали истреблять своих родственников? Ладно, допустим, эти 40 тысяч славянских воинов были настолько покорными князю, что все приказы исполнили беспрекословно. Но как быть с теми уничтоженными девятью миллионами язычников? Ведь в то время не было оружия массового поражения, только мечи, копья и стрелы. Каждого человека приходилось убивать вручную. При этом известно, что в Древней Руси у каждого взрослого мужчины было оружие, и вряд ли он бы сидел сложа руки, если бы воины князя пришли убивать его семью. Вообразите картину. 40 тысяч вооруженных мечами и луками христиан всего за несколько лет убивают 9 миллионов язычников, из которых не менее 1 миллиона 800 тысяч были здоровыми мужчинами, имевшими дома такие же мечи и луки. Это какими же овощами надо быть, чтобы при более чем сорокократном превосходстве позволить истребить себя и свои семьи? То есть, вот такими были наши предки по версии неоязычников? Вот такими их сделала родная вера? Тут возникает три простых вопроса. 1. Христиане говорят, что наши предки добровольно приняли новую веру, как свободные люди, доверившись выбору князя, который согласовал этот выбор со старейшинами. Новоязычники говорят, что наши предки не хотели креститься, но кучка христиан по приказу князя силой заставила их, а три четверти при этом попросту истребила, несмотря на колоссальное превосходство наших предков в численности. Скажите, какая из этих версий унижает память наших предков? Какая представляет их безвольными забитыми слабаками, а какая – свободными людьми? 2. Если христиане были в состоянии в столь короткое время победить столь многократно превосходящие силы язычников, то значит христианство делает человека просто берсерком-супервоином и даже круче. 3. Как же это сочетается с уверениями язычников, что христианство – это религия слабаков, а язычество нас типа сделает сильнее? 3. И, наконец, самый интересный вопрос. А куда смотрели в это время славянские боги? 4. Перун, Род, Сварок, Дождьбог и прочие товарищи – они почему не вмешались? Ведь, по уверениям неоязычников, при крещении Руси происходила катастрофа невероятных масштабов. Народ, который веками исправно чтил этих богов и приносил им жертвы, вдруг на три четверти истребляют, а оставшуюся четверть насильно переводят в другую веру. 5. Уж когда бы этим славянским богам вмешаться и помочь, как не сейчас? Ведь речь идет обо всех их поклонниках, и даже более чем просто поклонниках. Неоязычники уверяют, что для славянских богов они не рабы, а дети. То есть, представьте, на ваших глазах три четверти ваших детей убивают, а четверть заставляют от вас отрекаться. Вы бы не вмешались? Вы бы не сделали все возможное, чтобы остановить это, защитить своих детей? А почему славянские боги не вмешались, не помогли? Что они делали, когда к ним взывали их убиваемые дети? Где они были? Покурить вышли. Мы просто складываем два и два. Мы поверили мифам неоязычников о кровавом крещении Руси и смотрим, что из этого получается. Возможны варианты. А. Славянские боги хотели помочь, но христианский бог оказался сильнее, и они ничего не смогли сделать. В. Славянские боги были сильны и могли помочь, но им было наплевать на своих детей и поклонников, и они даже палец о палец не захотели ударить, чтобы спасти их. В. Славянских богов просто не существует, поэтому, естественно, нашим предкам некому было помочь. Какой бы вариант мы ни выбрали, остается непонятным, зачем нам сейчас возвращаться к этим богам. Исходя именно из неоязыческих рассказов, получается, что христианский бог о своих рабах заботится больше, чем славянские боги о своих детях. Ну ладно, положим, им наплевать на своих поклонников детей. Но ведь христиане уничтожали капища этих богов, прекращали совершаемые им жертвы, свергали их идолов. Это уже, как ни крути, затрагивает самих славянских богов. Их не только лишили поклонников, но еще и самих унизили по максимуму. И что же эти боги даже тогда не вмешались? Где же их летающие тарелки с лазерными лучами? В ремонте все были. В повести временных лет есть рассказ о том, как свергали в Киеве идол Перуна. Когда его выбросили в Днепр, несколько язычников долго бежали по берегу и кричали «Выдыбай, Боже, выдыбай!» Такова была последняя мольба к Перуну на русской земле. Последние его сторонники не просили, чтобы он защитил их от христиан. Они просили, чтобы Перун защитил себя, чтобы явил чудо и при всех вытащил из воды свой поверженный идол. Действительно, было бы эффектно. Может быть, и христианизация Руси остановилась бы. Но ничего не произошло. Даже более того, когда волны, наконец, прибили идол к берегу, то бывший там мужичок, подойдя отпихнул его обратно в реку со словами «Ты, Перунюща, доза-то ел и пил, а теперь плыви прочь». Не только против княжеских воинов-христиан, но и против одного безоружного мужичка Перун оказался бессилен. И ведь это те самые славянские боги, которых нынешние неоязычники любят рисовать в виде могучих витязей в броне, про которых говорят, что они, мол, не как Христос, который учил подставлять вторую щеку и не противился, когда его распинали. Эти боги учат, что надо постоять за себя и дать сдачи. Как же так получилось, что вся эта свора супермощных славянских богов схлопотала по полной от последователей того, кто учил подставлять вторую щеку и ничем не могла помочь ни себе, ни своим сторонникам? Итак, еще раз. Если неоязычники говорят правду про кровавое крещение Руси, то у нас только три варианта, как объяснить бездействие славянских богов. Либо их попросту нет, либо они ничто перед христианским богом, либо им наплевать на своих последователей, и однажды они уже очень жестко кинули наших предков. Возникает простой вопрос. Каким идиотом надо быть, чтобы ратовать за возврат к почитанию таких богов?